Узлы и защитные костюмы. В Центре противопожарной пропаганды прошли пятые ежегодные соревнования среди добровольных дружин. В конкурсе участвует порядка 50 школьников. Основной конкурс – агитбригада, в которой они в сценической форме представляют именно свою школу. Следующий конкурс – это надевание на скорость боевой одежды пожарного, вязка пожарных узлов на спасательных веревках и тестирование школьников по курсу ОБЖ. На каждом этапе свои критерии оценки. Если на конкурсе агитбригад судьи следят за актуальностью материала, артистичностью исполнения и подачей, то второй этап требует от ребят хорошей физической подготовки и отличной реакции. Школьники должны максимально быстро и, самое главное, правильно надеть костюм пожарного. Нормативы 21 секунда, 22 секунды, 23 секунды. Но это для пожарных уже взрослых, которые сдают как раз. Нам надо на лучшее время сделать, как можно медленнее, ну быстрее. А самое сложное, пожалуй, надеть вот эту вот пожарную форму, потому что рукава застревают. Еще один этап – наловкость, завязывание узлов. Участники должны знать несколько способов, как это сделать. Но тут ребятам удалось удивить даже опытных сотрудников МЧС. Ловкость рук и никакого мошенничества. Кроме того, что ребята знакомятся здесь с профессией пожарного, кроме того, что они с историей знакомятся, говорят, естественно, о правилах пожарной безопасности и, в первую очередь, о пожарной опасности нашего современного мира. Здесь еще большое внимание удается уделить патриотическому воспитанию, потому что, на мой взгляд, это очень важная тема. Первое место в конкурсе заняла команда 55-й школы. И именно эти ребята представят Иваново на региональных соревнованиях юных пожарных. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.